Всем привет! В этот раз спонсорами канала стали Лерка, Павел Андреевич, Руса, Олегыч, Артишок, Алекс Раша, Доктор Эксплейн Софт для документации, Арзариус, Фанет Виртуальная ТС, Крономебель, Фимбо Музыкальный Инструмент и Анваб Филм. Спасибо всем огромное за поддержку канала, а сейчас перейдем к книге. Книга 91. Харизма. Автор Оливия Кобейн. Глава 1. Развеиваем миф о харизме. Харизма заставляет других людей любить вас, доверять и подражать вам. Для лидера она крайне необходима. Она вызывает у людей желание работать с вами и вашей командой. Причем ей может научиться каждый, не обязательно быть общительным и физически привлекательным от природы. Например, посмотрите ранние выступления Стива Джобса, где он производил впечатление робкого и неуклюжего человека. С годами Джобс постепенно укрепил собственную харизму и его стали считать одним из самых харизматичных людей. Или на Уинстона Черчилля, который не отличался ни статностью, ни сексуальной привлекательностью и все равно считался одним из самых властных и сильных руководителей в истории. Или как изменился Джефф Безос. Глава 2. Харизматические типы поведения. Харизматическое поведение состоит из трех элементов. Во-первых, присутствие. Замечали ли вы когда-нибудь в ходе беседы, что в процессе участвует лишь половина вашего разума, в то время как другая половина занята чем-то еще. Мы думаем, что способные притвориться, будто слушаем собеседника, а сами в это время размышляем о чем-то другом. Но если мы целиком не присутствуем при общении, люди непременно увидят это. Вспомните, возможно, вы сами чувствовали раздражение и досаду от того, что вас игнорируют. После такого людей считают лицемерными и незаслуживающими доверия людьми. Присутствовать значит ежесекундно осознавать происходящее и обращать все свое внимание на собеседника, вместо того, чтобы дать себе погрузиться в собственные мысли. Чтобы научиться присутствию, выполните следующее упражнение. Выберите тихое место, установите таймер на одну минуту и закройте глаза. Затем сосредоточьтесь на окружающих звуках, кто их издает, как далеко, их периодичность и так далее. На дыхании, то есть ощущайте, как вдыхаете и выдыхаете воздух, и как вздымается ваша грудь, или на ощущениях в пальцах ног. Вначале ваш разум постоянно будет блуждать где-то, несмотря на то, что вы изо всех сил будете стараться сосредоточиться, и вас не хватит даже на одну минуту. Но даже незначительное увеличение вашей способности к присутствию может оказать решающее влияние на окружающих. При следующей беседе постарайтесь регулярно проверять, целиком ли занят ваш разум, или он блуждает где-то в другом месте. Стремитесь как можно чаще возвращать себя к текущему моменту, снова концентрируя внимание на собеседнике. Таким образом, вы дадите понять, что слушаете его по-настоящему, и он будет вам очень благодарен за это. Это выделит вас из толпы и сделает запоминающимся. Во-вторых, сила и теплота. Сильную личность воспринимают как человека, способного воздействовать на окружающий мир, используя влияние или власть, крупные суммы денег, интеллект или физическую силу. Мы ищем ориентиры силы в чьей-то внешности, в реакции других людей на этого человека и в языке его тела. А теплота – это доброжелательность по отношению к другим людям. Быть теплым означает быть заботливым и изъявляющим желание помочь. Теплота оценивается через язык тела и поведение. И впервые увидев человека, мы начинаем искать в нем черты силы и теплоты. Например, дорогая одежда вынуждает нас предполагать богатство, дружественный язык тела – добрые намерения. А уверенная поза – то, что у человека есть основания для подобной веры в себя. Демонстрируя больше силы и теплоты, вы усиливаете свою харизму. При этом у вас должны присутствовать обе черты. Показывая только силу, вас будут воспринимать как высокомерного и холодного человека. Если же вы будете показывать только теплоту, то будете выглядеть как мягкий, податливый человек. При разговоре у каждого человека на лице появляются микровыражения. Они длятся всего доли секунды, но ваш собеседник уловит их. И если обнаружится несоответствие между нашим основным выражением лица и микровыражением, то на подсознательном уровне люди ощутят, что здесь что-то не так. Поскольку то, что находится у вас в голове, обнаруживается в вашем теле, харизматическое поведение должно зародиться сначала в вашем разуме. Если ваше внутреннее состояние является антихаризматическим, рано или поздно некоторые из ваших тайных мыслей и чувств проявятся. То есть сперва вам нужно научиться управлять своим внутренним состоянием. Ключевая особенность харизмы заключается в том, что ваш разум не может отличить факты от вымысла. Наверняка вы замечали, как учащается ваше сердцебиение при просмотре фильмов ужасов, хотя вы понимаете, что это всего лишь кино. И все-таки ваш мозг, видя эту картину, выпускает в вашу нервную систему изрядную дозу адреналина. Прямо сейчас представьте, как скребете ногтями по классной доске, или как начинаете жевать лимон, и ваш разум выдаст вполне реальные физические реакции – мурашки, слюноотделения и так далее. Поскольку ваш мозг не может отличить мнимое от существующего, воображаемые ситуации заставляют его посылать телу те же самые команды, что и в реальной ситуации. Что бы вам не пришло в голову, это так или иначе отразится на вашем теле. Поэтому так важно управлять своим внутренним состоянием, так как это отразится на ваших жестах и мимике. Наверняка вы слышали об эффекте плацебо, когда людей убеждают в том, что они выпили лекарство, хотя на самом деле это был просто сахар. И людям от этого становилось легче, а боль затихала. Но существует и эффект ноцебо. То есть ваш разум в ответ на вымышленные причины создает в организме вредные последствия. Например, людям, у которых аллергия на плющ, говорили, что натерли их его листьями, хотя на самом деле натирали абсолютно безопасными растениями. И из-за эффекта нацебо в этих местах у людей высыпала сыпь. То есть если мы будем думать, что мы неудачники, это отразится и на нас самих. Прежде чем мы продолжим, небольшая реклама. Если вы испытываете нужду в хорошей коммуникационной платформе для бизнеса, для вас идеально подойдет платформа UIS. Данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Запись разговоров поможет менеджеру вспомнить, о чем был разговор и подготовиться к следующему контакту, а руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно в режиме онлайн, что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к UIS как со своим номером, так и приобрести новый, будь то мобильный, региональный или федеральный номер 8800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие, а многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. Больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек из любой точки мира. И самое приятное, что облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. Не зря у UIS самая высокая оценка на Яндексе в данном сегменте. Убедись в этом сам, переходи по ссылке в описании и получи первый месяц обслуживания в подарок. Глава 3. Что мешает присутствию, силе и теплоте? Во-первых, физический дискомфорт. Представьте, что вы ведете переговоры, и вас начинает слепить солнце. Из-за этого дискомфорта на вашем лице появятся эмоции, похожие на гнев или неодобрение. Ваш собеседник заметит это и подумает, что ваша реакция вызвана его словами, от чего сделка может сорваться. Это может быть не только внешний, но и внутренний дискомфорт, например, голод. Выяснили, что низкие уровни глюкозы в крови приводят к ослаблению внимания, а также к трудностям в регулировании эмоций и поведения, от чего вам сложнее будет контролировать ваше внутреннее состояние. Помните, любой дискомфорт снижает вашу харизму. Противодействовать дискомфорту можно тремя способами. Во-первых, предотвратить. То есть планируйте заранее место для предстоящей встречи, чтобы там была комфортная температура, низкий уровень шума, правильное освещение и вкусная еда. Подготовьте такую одежду, в которой вам будет не жарко и не холодно. Она не должна стеснять вас и вызывать зуд. Во-вторых, понять. Вам нужно каждую минуту присутствовать в настоящем моменте. Так вы сразу поймете, когда начнете испытывать малейший дискомфорт. И в-третьих, объяснить. Если вы осознали, что нечто вызвало у вас на лице напряжение, не ждите, пока ваши выражения истолкуют неправильно. Объясните проблему. Например, скажите, что слишком шумно, жарко и так далее. Это поможет вам всем избежать возможных проблем. Во-вторых, ментальный дискомфорт. Он может быть результатом, во-первых, беспокойства. Мы часто беспокоимся из-за неопределенности, отчего начинаем накручивать себе самые негативные последствия. Людям легче услышать негативный исход, чем находиться в подвешенном состоянии. Наша нетерпимость к неопределенности может заставить нас принять преждевременные решения. А на переговорах мы стремимся заполнить тишину и раскрываем больше, чем нужно, не в силах вынести неопределенность и незнание того, о чем думает партнер. Неопределенность вызывает беспокойство, а беспокойство – серьезный недостаток для харизмы. Оно воздействует на наше внутреннее состояние и становится трудно обеспечить полное присутствие, когда вы чувствуете себя взволнованными. Кроме того, беспокойство может поколебать нашу уверенность. Или мы можем целый день прокручивать у себя в голове различные сценарии, что не даст нам сосредоточиться ни на чем другом, то есть мы находимся в постоянном напряжении. Наиболее эффективная методика, которая способна облегчить дискомфорт от неопределенности – это передача ответственности. Для этого выполните следующее упражнение. Сядьте, закройте глаза и расслабьтесь. Сделайте три глубоких вдоха, представляя, как вас обдувает ветерок, смывая все проблемы и заботы. Выберите некий субъект, Бога или Вселенную, и представьте, как снимаете бремя всех ваших беспокойств и волнений со своих плеч и перекладываете на плечи выбранного вами субъекта. Теперь вы больше не несете ответственность за исход любого из прокручиваемых в голове событий, всю ответственность теперь несет именно он. А вы можете расслабиться и наслаждаться жизнью. Вы почувствуете себя легче, ведь, как говорилось ранее, ваш мозг не в состоянии отличить правду от вымысла. В следующий раз, когда вы осознаете, что ваш уровень волнения превысил определенную норму, проведите быструю визуализацию для передачи ответственности, и вы ощутите облегчение, спокойствие и безмятежность. Во-вторых, самокритика. Когда внутренний голос начинает нас критиковать, это вызывает непроизвольную физическую реакцию, известную как реакция на угрозу. Человеческий организм выделяет адреналин и кортизол, гормоны стресса, и направляет все свои ресурсы для выполнения важнейших функций. Повышенного сердцебиения и темпа дыхания, мышечной реакции, остроты зрения и так далее. А несрочные функции, например, аналитическое мышление, творческие способности к познанию и решению проблем, приостанавливает, поскольку они не имеют смысла в процессе физического выживания. Самокритику еще называют тихим убийцей бизнеса, поскольку внутренние голоса критики предрекают провал и человек все бросает. В-третьих, неуверенность в себе. Из-за неуверенности в себе мы сомневаемся по поводу собственных способностей что-то сделать. Мы думаем, что мы чем-то не обладаем или недостаточно в этом хороши. Поэтому на нас действует синдром самозванца. То есть, работая в крупной компании или поступив на бесплатное обучение, мы считаем, что нам просто повезло и в любой момент нас раскроют. Из-за этого мы можем испытывать подобие паралича в разгар важного экзамена или необъяснимый страх перед аудиторией. Стоя перед ней, мы замираем на месте, наше сердце неистово бьется, а на ладонях проступает пот. Мы отчаянно пытаемся вспомнить то, что планировали произнести или сделать, но в голове у нас образуется вакуум. Глава 4. Преодоление препятствий. Первый шаг – дестигматизация дискомфорта. То есть, вы осознаете, что все протекает нормально и вполне укладывается в обычные рамки, а вам попросту не о чем беспокоиться и нечего стыдиться. Это естественно, через это проходят все. Даже Тикнатхан, монах, который много лет практикует буддизм и является самим спокойствием, однажды сильно разозлился на одного человека. Ему даже захотелось встать и ударить его. Но если вы будете зацикливаться на негативных мыслях, эмоциях и переживаниях и чувствовать, что их не должно было произойти, вам все труднее будет преодолеть их. Поэтому, как только начнете испытывать их, осознайте, что в мире 7 миллиардов человек и в любой момент времени миллионы испытывают то же, что и вы. И это испытывали даже те, кто вызывает у вас заслуженное уважение и восхищение. Подобное незримое соединение с другими людьми весьма полезно и оказывает такой же успокаивающий эффект, как и передача ответственности. То есть, мы понимаем, что мы не одни такие. Как только мы начнем относиться к таким чувствам, как к нормальному и вполне ожидаемому явлению, их станет намного проще перенести. Поэтому, как только что-то произойдет, вспоминайте, что вы не одни. Второй шаг – нейтрализация негатива. Вам нужно предположить, что ваши мысли не обязательно должны быть правильными. Даже когда вам кажется, что кто-то реагирует на вас негативно, на самом деле это может не иметь к вам лично никакого отношения. Возможно, человек голоден, болен или смертельно устал. Или же испытывает некоторый ментальный или физический дискомфорт, который изо всех сил пытается взять под контроль. Наш разум в основном концентрируется на негативе, а позитивные сообщения мы воспринимаем как само собой разумеющееся. Например, представьте, что вам говорят, что вы отличный работник и выдающийся дизайнер, но босс не слишком впечатлен вашей первой встречей. Благодаря вам весь отдел работает намного лучше и еще множество положительных слов в ваш адрес. Из всех позитивных сообщений вы сконцентрируетесь на том, что босс вами не впечатлен. От этого вы можете накрутить себя настолько, что станете нервничать каждый раз при встрече с ним. Поэтому, когда в вашей голове проскальзывает какая-то негативная мысль, попытайтесь ее нейтрализовать. Например, представьте, что слышите свою умственную болтовню из радиоприемника, а затем уменьшите его громкость, или переставьте его в другое место, чтобы забыть о нем. Или обезличьте свои переживания. То есть, как и говорилось ранее, осознайте, что данное чувство испытываете не только вы, но и миллионы человек вокруг. Главное, не вступайте со своими мыслями в споры, не пытайтесь подавить их. Так вы только усугубите ситуацию. Вспомните про принцип белого слона. Третий шаг – переосмысление реальности. Представьте, что вы едете на работу на машине. Вдруг вас кто-то подрезает, и вы в панике жмете по тормозам. А дальше эта машина подрезает еще кого-нибудь и уносится прочь. В этот момент вы наверняка будете испытывать стресс и гнев, и весь дальнейший день будете вспоминать этот момент и злиться, от чего ваш уровень харизмы будет снижаться. Но что если этим безумным водителем была мать, чей ребенок подавился, и ей как можно быстрее нужно было доставить его в больницу? В этом случае наверняка вы бы успокоились и даже посочувствовали бы ей. Данная техника называется когнитивной переоценкой и эффективно снижает уровень стресса. В большинстве ситуаций мы не знаем наверняка, что движет тем или иным человеком и чем объясняются его действия. Поэтому мы могли бы выбрать наиболее полезное для себя объяснение. Таким образом вы искусственно вводите себя в заблуждение и обманываете свой мозг. Поэтому, когда возникают переживания, из-за которых вы рискуете ослабить свой уровень харизмы, придумайте несколько различных сценариев, которые побудили бы вас обрести более благоприятное психоэмоциональное состояние. Например, если на дороге пробка, вы опаздываете и начинаете злиться, представьте, что это опоздание, возможно, спасет вашу жизнь. Если бы пробки не было, то в вас мог бы врезаться грузовик, который сейчас пересекает перекресток. Или это даст возможность людям, с которыми вы хотите встретиться, уладить какие-то срочные дела, позвонить кому-то или дописать свою речь. И они будут благодарны за ваше опоздание. Затем перенесите всю ответственность на какой-то субъект. А если очень волнуетесь, то запишите новую реальность на бумаге. Мысли, выраженные в письменной форме, активнее влияют на наш мозг, и мы убеждаем себя намного эффективнее. Лучше записывать в прошедшем времени. Например, напишите «Выступление произвело полный фурор» или «Меня приняли на работу». Эту технику можно применить и в другом случае. Например, вспомните человека, который вас чем-то обидел, но так и не извинился перед вами. Наверняка вы испытываете к этому человеку негативные чувства и не можете больше с ним нормально разговаривать. Возьмите лист бумаги и напишите этому человеку письмо, изложив все, что вам хотелось бы ему высказать. Так вы выплесните все эмоции, которые сдерживаете в себе. Затем возьмите еще один лист и напишите теперь его ответ, как он расстраивается, что обидел вас, признает свою неправоту и приносит извинения за все неприятности, которые произошли по его вине. Напишите все, что вы хотели бы услышать от него. А затем перечитайте несколько раз. Таким образом вы опять же обманываете свой мозг. Он решит, что письмо написал человек, на которого вы злитесь, и вся злость, которую вы ранее испытывали, просто исчезнет. Комфорт от дискомфорта. Когда вы чувствуете какой-то дискомфорт, проанализируйте его, вместо того, чтобы пытаться подавить или проигнорировать. Сосредотачиваясь на мелких деталях физического дискомфорта, вы преследуете две цели. Во-первых, ваш мозг начинает на чем-то фокусироваться, вместо того, чтобы поддаваться панике. Во-вторых, погружаясь в свои ощущения, вы обретаете полное присутствие, а как мы знаем, это ключевой компонент харизмы. Поэтому даже в неудобных ситуациях вы будете обладать харизмой. Выполните следующее упражнение. Найдите напарника, сядьте напротив него и в течение минуты смотрите друг другу в глаза. Как только почувствуете дискомфорт, обратите внимание, в какой именно части своего тела вы его испытываете. Например, ваша челюсть или живот могут напрячься. Погрузитесь в каждое ощущение, чтобы прочувствовать его структуру, давление, покалывание и так далее. Представьте себя ученым, которому нужно описать все эти ощущения. Когда вы почувствуете сильное желание рассмеяться, что-то произнести или хоть как-то уменьшить свой дискомфорт, сопротивляйтесь и еще больше погружайтесь в эти ощущения. Вы можете подбадривать себя и напоминать, что вы выполняете интересную работу, которая будет вознаграждена. А когда дискомфорт будет казаться невыносимым, напомните себе, что он пройдет, как и все прочие эмоции, с которыми вы сталкивались раньше, и вам станет намного легче. Со временем ваше ощущение дискомфорта будет казаться каким-то отдаленным и нереальным. Запомните это и напоминайте себе каждый раз, когда новые переживания покажутся вам бесконечными и невыносимыми. Это очень полезная методика, которая одновременно отвлечет вас от дискомфорта и сохранит необходимую сосредоточенность в конкретной ситуации. Она очень полезна при дискомфорте молчания в переговорах, так как уступает обычно тот, кто в меньшей степени выносит тишину. Поэтому каждый день тренируйте себя. Например, смотрите людям в глаза и не опускайте их, даже если процесс начинает доставлять вам неудобства. Встаньте к людям ближе, чем обычно, например, в лифте. В автобусе вставайте лицом ко всем людям. Или заговорите с каким-то незнакомым человеком на улице, например, когда ждете автобус или стоите в очереди. Поначалу эти упражнения могут заставить вас ощутить крайнюю неловкость и некоторое смущение, но тренируясь каждый день, вы заметите, что вас это перестанет беспокоить. Глава пятая. Создание харизматических психоэмоциональных состояний. Нужно начать визуализировать. Профессиональные спортсмены часами прогоняют у себя в голове моменты своей победы, подробно прорабатывая все то, чего хотят добиться от собственного тела. Подобная визуализация активизирует части мозга, которые используются, когда вы выполняете то или иное упражнение. То есть визуализация способна физически изменить структуру мозга. Так, мысленное представление игры на фортепьяно с достаточным количеством повторений приводит к изменениям в двигательном отделе коры головного мозга. Вот почему визуализация настолько эффективна. Актеры, например, перевоплощаются в сценические образы и на самом деле испытывают те чувства, которые хотели бы передать зрителям, отчего они воспринимаются как естественные и гармоничные. Фактически вы сможете продемонстрировать любой язык тела, то есть любую мимику и жестикуляцию, лишь выбрав правильную визуализацию. Например, закройте глаза и вспомните о самом счастливом моменте в жизни. Вспомните все до мельчайших деталей. Прислушайтесь к звукам, которые тогда были. Обратите внимание на улыбки людей, выражение тепла и восхищения в их глазах. Самое главное, испытайте эти чувства и ощутите возрастающую уверенность в себе. И чем больше вы будете тренироваться, тем реалистичнее будут ваши визуализации. Когда ваша уверенность будет на самом пике, закрепите ее каким-нибудь словом или движением. Например, скажите громко «Я справлюсь» или «Понеслась» и сделайте какое-нибудь движение, например, с силой сожмите кулак или щелкните пальцами. Также можете поставить какую-нибудь музыку. В следующий раз, когда будете чувствовать себя неуверенно, включите музыку, громко произнесите закрепляющее слово и повторите движение. И вы почувствуете прилив уверенности. Но это нужно отрабатывать как можно чаще. А еще перед каждым важным выступлением добирайтесь до места выступления пораньше. Найдите себе тихое место, включите бодрящую музыку и прокрутите в голове, как блестяще проходит ваше выступление и как восторженно реагирует на него аудитория. Чтобы почувствовать себя лучше в моменты волнения, нужно получить хорошую дозу окситоцина, часто именуемого гормоном доверия. Выяснили, что 22 объятий достаточно, чтобы у вас начал вырабатываться окситоцин, и что подобного эффекта можно добиться лишь воображая объятия. Поэтому в следующий раз представьте себя в крепких объятиях любимого человека. Наполеон Хилл мысленно представлял в качестве своих личных советников 9 известных личностей – Томаса Эдисона, Чарльза Дарвина, Авраама Линкольна и других. И каждую ночь он обращался к кому-нибудь с определенной проблемой, и его разум находил решение на эти вопросы. Выберите своих собственных советников в соответствии с теми эмоциями, которые они воплощают. Например, советником Наполеона Хилла в вопросах самоуверенности был Наполеон Бонапарт. Представьте себе, как обращаетесь к выдающимся личностям и ведете с ними беседу. Благодаря плацебо-реакции вашего мозга это даст результат, даже если будет казаться нереальным. Это очень мощный инструмент. Затем вам нужно научиться вызывать ощущение теплоты. Для этого существует три шага. Первый шаг – благодарность и оценка. Если вы способны выражать благодарность, то ваш язык тела сможет мгновенно это отразить. Выражение вашего лица смягчится, а тело расслабится. Язык тела начнет транслировать теплоту и уверенность в себе, отчего окружающие люди сочтут это весьма привлекательным. Но большинство людей воспринимает позитивные события в жизни как нечто само собой разумеющееся, что не позволяет им войти в состояние благодарности. Поэтому сосредоточьтесь на каких-то скромных, порой незаметных вещах, которые физически присутствуют или сопровождают вас в жизни. На лучах солнца, на пении птиц, на вкусном завтраке и каждой-каждой мелочи. Или посмотрите на себя со стороны в положительном свете и напишите все то, что вы имеете. Например, у меня все отлично со здоровьем, хорошая работа, много друзей, все меня ценят и любят. Так вы увидите, что все у вас не так уж и плохо и многие бы мечтали жить такой жизнью. Второй шаг – доброжелательность и сострадание. Доброжелательность заключается в том, чтобы желать всем добра. Концентрируясь на чем-то благополучие, вы почувствуете себя более привязанным к ним, это отражается у вас на лице, и люди воспринимают вас как человека, исполненного теплотой, а ваша харизма увеличивается. Попытайтесь отыскать какие-нибудь три детали, обстоятельства или причины, по которым вам нравится человек, к которому вы хотите проявить доброжелательность. Для этого хватит и каких-нибудь мелочей, например, начищенная до блеска обувь, то, что человек никогда не опаздывает или много шутит. Когда вы концентрируетесь на чем-то положительном, то меняется и ваш язык тела. Существует еще два упражнения. Во-первых, визуализация. При любом общении нужно мысленно представить себя, как будто у человека, с которым вы беседуете, а также у всех окружающих, за спинами появились крылья ангелов. Если даже на долю секунды вы сможете разглядеть в ком-то хорошего и порядочного человека, это смягчит вашу эмоциональную реакцию по отношению к нему и изменит весь язык тела. Или вы можете произнести про себя несколько фраз, например, «Ты мне нравишься» или «Ты такой классный». Во-вторых, сострадание. Если человек, которому вы хотели бы проявить доброжелательность довольно сварлив или придирчив, или вы испытываете по отношению к нему раздражение или обиду, то используйте сопереживание и сострадание. Сопереживание — это когда вы понимаете, что чувствует человек. Возможно, вы тоже испытывали это в прошлом. А сострадание — это сопереживание плюс доброжелательность. Т.е. вы понимаете, какие чувства испытывает человек и желаете ему добра, то есть представляете себе его прошлое. Что если бы вы родились при таких же, как он, обстоятельствах в такой же семье и получили бы аналогичное воспитание? Если бы вы пережили всё то же самое, вы бы сами стали таким же, как он. Теперь попытайтесь поставить себя на его место прямо сейчас. Смотрите на мир его глазами. И подумайте, какие эмоции этот человек мог бы держать внутри себя. И чтобы проявить сострадание, представьте, что это последний день жизни этого человека, или представьте его похороны. Вам сразу станет жалко его, и вы отнесётесь к нему с пониманием. Третий шаг – самосострадание. Теплота должна быть направлена не только на других людей, но и внутрь, к нам самим. Люди с высоким уровнем самосострадания демонстрируют большую эмоциональную устойчивость к повседневным трудностям, например, когда получают отрицательные отзывы. Также у них более низкая склонность к отказу, то есть личные ошибки вызывают меньше самокритики, и тем самым люди с большей готовностью их признают. Самосострадание – это то, что помогает нам себя простить, когда мы потерпели неудачу, от чего мы обретаем большую уверенность в себе. И благодаря этому нас не захлёстывает внутренняя критика. Процесс самосострадания состоит из трёх этапов. Во-первых, необходимо осознать, что мы испытываем трудности. Во-вторых, вместо того, чтобы подвергать себя резкой критике, нужно проявить доброту и понимание по отношению к самому себе. И в-третьих, нужно осознать, что эти переживания испытывают все люди, и в этом нет ничего такого. Наш внутренний критик хочет внушить нам, что всем остальным людям на свете сопутствует успех, и только мы всё портим. Но на самом деле каждый человек переживал или будет испытывать те же эмоции, что и вы сейчас. Это поможет вам осознать, что вы не один такой. Когда ваш внутренний критик проснётся, выполните древнюю буддистскую практику метта. Сядьте, закройте глаза и сделайте три глубоких вдоха. Вспомните любой случай из жизни, когда вы совершили добрый поступок. Теперь опять представьте некий субъект. Взгляните на себя его глазами, излучающими теплоту, доброту и сострадание. Почувствуйте, как он прощает вас за всё негативное, о чём твердит ваш внутренний критик. Теперь вы полностью прощены. Вы свободны от негатива и чисты. Почувствуйте, как он выражает вам своё полное одобрение и принимает вас таким, какой вы есть. Благодаря этому упражнению у людей было выявлено увеличение левой префронтальной области коры головного мозга, которая отвечает за хорошее настроение. Ваше тело также напрямую влияет на ваши эмоции. Попробуйте воспроизвести язык тела крайне подавленного человека. Опустите плечи и голову и сделайте такое же выражение на лице, будто вы готовы заплакать. В таком состоянии, как бы вы ни старались, у вас не получится ощутить радостное возбуждение. А теперь примите радостную позу. Расправьте плечи, улыбнитесь или станцуйте, и вам сразу станет весело. А чтобы почувствовать себя уверенно, представьте себя в роли генерала. Встаньте прямо, надуйте грудь и расправьте плечи. И вы почувствуете прилив уверенности от такой решительной позы. То есть вы можете восприниматься со стороны как сильные харизматичные личности, просто демонстрируя более уверенный язык тела. Глава 6. Первые харизматические впечатления У вас никогда не будет второго шанса произвести первое хорошее впечатление. В первые минуты люди смогут оценить уровень вашего интеллекта, профессионализма, дружелюбия и уверенности. И эти первые оценки могут сохраниться у людей на долгие годы. И вам потребуется намного больше времени, чтобы переубедить их. Как только мы уже вынесли определенное осуждение о каком-то человеке, остальную часть нашего знакомства мы тратим на то, чтобы подтвердить свое мнение. Все, что мы видим и слышим, проходит через фильтр нашей первоначальной оценки. Но мы можем оказать и хорошее первое впечатление. Во-первых, людям нравятся те, кто на них похож. Когда у людей похожие одежда, внешность, манеры и речь, они автоматически предполагают, что живут в аналогичной социальной среде. У них сходное образование и одинаковые ценности. Внешность оценивается гораздо раньше поведения и языка тела. Поэтому сперва, куда бы вас не пригласили, разведайте обстановку. А то может случиться так, что вы придете в компанию в строгом костюме, в то время как все сотрудники слоняются по офису в шортах и футболках. Во-вторых, рукопожатие. Многие делают ошибки при рукопожатии. Например, у кого-то рука похожа на дохлую рыбу. Это оставляет неприятные ощущения, и люди обычно ассоциируют это с бесхарактерностью человека. Другие сжимают руку до хруста. Так вы выглядите агрессивным и жестким человеком. Третьи здороваются, протягивая руку ладонью вниз. Они хотят показать свое преимущество при общении. Такой человек будет восприниматься как агрессивный и властный, и с ним будет трудно установить взаимовыгодное сотрудничество. Чтобы не поддаться скрытой агрессии, обхватите руку человека сверху за запястье и затем встряхните ее. При таком способе уже вы становитесь хозяином положения, поскольку берете верх над рукой собеседника. После рукопожатия обычно завязывается разговор. Простой способ завязать общение с человеком – высказать комплимент по поводу одного из элементов или стиля одежды вашего собеседника. Затем задайте открытый вопрос. Например, где вы купили этот пиджак? Или откуда вы? И какое бы место он вам не назвал, скажите «Классно! Я там был только проездом, а вы, наверное, там выросли?» А правда ли, что там? Затем можете спросить, где он остановился, на сколько и так далее. Стремитесь к тому, чтобы ваши вопросы были сосредоточены на положительных вещах, потому что люди будут ассоциировать вас с любыми чувствами, которые вызывают ваш с ними разговор. То есть, если вы будете спрашивать его про развод или почему его уволили с прошлой работы, он бессознательно свяжет с вами эти негативные чувства. Если же вам будут задавать вопросы, используйте технику отражения, чтобы вновь перевести внимание на своего собеседника. Для этого дайте ответ, добавьте личное замечание и переадресуйте вопрос собеседнику. Например, если он спросит, куда вы летите, скажите «О, я лечу в Италию, мне нравится ходить в Колизей». А вы там были когда-нибудь? Помните, человек будет слушать вас в течение многих часов, если вы будете говорить с ним о нем самом. Но при этом не ждите слишком долго, чтобы закончить разговор. Иначе вы и ваш партнер почувствуете напряжение и дискомфорт. Самый простой способ закончить беседу – иметь для этого уважительную причину. Поэтому скажите, что были рады повидать его, но у вас еще куча дел или вам нужно помочь кому-то. Когда вы хотите кого-то приободрить или вдохновить, говорите, что вы от них хотите, но не используйте отрицательных выражений. Например, не говорите так «Не волнуйся» или «Звони мне без всяких колебаний». Вспомните о белом слоне. Говоря что-то не делать, наш мозг, наоборот, зацикливается на этом. Так и здесь человек, наоборот, будет волноваться и колебаться. Поэтому скажите «Взбодрись» и «Звони мне в любое время». На этом книга подходит к концу. Но из самой книги ты сможешь узнать значительно больше, так как она очень классная. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. А также оставить комментарий, ведь только благодаря тебе канал развивается. Пока!